Ну что, 6 ноября 2022 год. Сегодня тот день, в который мы будем участвовать в новозаветной трапезе. И как сказал апостол Павел, объясняя ее суть, что мы ждем второе пришествие нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, возвещая Его смерть. Это совсем не означает, что мы говорим о значении смерти Иисуса Христа, о значении Его искупительной жертве только тогда, когда происходит хлебопреломление или на каком-нибудь воскресном богослужении или вообще на христианском общении. Однажды один брат ко мне подошел и задал вопрос, что значит, как я понимаю, вкушать плоть и кровь Сына Человеческого? Ведется ли речь об участии в вечере Господнем или там ведется речь о чем-то другом? Но я на этот вопрос доевал ответ достаточно много и часто на протяжении всех лет, пока я верил в Господа. И я понимаю это так, на основании того, что Господь открыл, это то, что вкушать плоть и пить кровь Сына Человеческого, это верить в истину о смысле Божьего замысла, которое Бог совершил через нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, когда умер за наши грехи. Всякий раз, когда мы вникаем в эту истину, когда мы читаем Слово, находим откровение о смысловом значении искупительной жертвы, когда это откровение нас радует, не радостью душевной, которую мы можем пережить от интеллектуального познания Слова Божьего. Это трагедия на сегодняшний день, когда люди воспринимают Слово Божие чисто интеллектом, но не переживают Божьего откровения, не испытывают радость от того, что совершил Господь на Голгофском кресте. Так вот, вкушать плоть и кровь Господа Иисуса Христа, это быть сосредоточенным на том, что Дух Святой сегодня нам открывает, об этом великом спасении, виновником которого сделался Иисус Христос, виновника спасения вечного. Как говорит апостол Павел в первом послании к Оринфянам, я думаю, что эти слова, ну если не всем, то большинству здесь известны. Хвалящийся, хвались Господом. Мы часто это слышим, возможно, часто это говорим, но не всегда, возможно, задумываемся над тем, что эти слова значат. Эти слова, они как раз-таки открывают несколько значений искупительной жертвы Иисуса Христа. Потому что, когда апостол Павел написал в послании к Оринфянам, хвалящийся, хвались Господом, это хвались тем, что Господь совершил, и через свою смерть Он сделался для нас премудростью, раз, праведностью, два, освящением, три, и искуплением четыре. Вот сейчас я уже напомнил вам четыре значения искупительной жертвы. Вот сейчас мы вкусили плоть и кровь через слышание слова. Это то, что нужно проделывать в каждом дне жизни, когда мы над этими значениями размышляем. Сегодня люди, живущие в этом мире, любят использовать разные пословицы, разные поговорки. Можно даже вспомнить мультфильм, который показывали во времена советские, «80 дней вокруг света», где Филос Фох использовал замечательные пословицы и поговорки. Я очень часто, многие из них применял их в своей жизни. И казалось бы, какая великая мудрость. Но эта мудрость, она бесполезная, потому что она не раскрывает премудрость Божию Иисуса Христа и притом распятого. Сегодня христианин может зачитываться книгами прителей, екклесиазм, применять те принципы мудрецов, советы. Но если в этих книгах христианин не получает откровения об искупительной жертве нашего Господа Иисуса Христа, он проходит мимо Божьей премудрости. Как сказал апостол Павел, «Мы проповедуем Христа распятого». Божью силу и Божью премудрость. Что касается праведности, но об этом Господь хорошо говорил неделю назад через нашего брата Игоря Васильевича, пресвитера церкви, что мы оправданы не по нашим делам, а мы оправданы Господом, Его смертью, Его искуплением. Потому что наша праведность, как запачканная одежда, и оправдание, оно даровано даром. Точно так же, как и освящение даровано даром. Если оправдание сделало нас праведными во Христе Иисусе, то освящение сделало нас святыми. Ни то, ни другое не является плодом наших дел, наших действий, наших стараний, усилий и усердий. Все это Господь нам даровал. И как оправдание, так и освящение является и событием, и процессом в жизни христианина. Событие, которое совершил Господь на кресте, события в момент уверования, когда мы, уверовав, стали праведными и осветились единократным принесением тела нашего Господа Иисуса Христа. А процесс, это то, что оправдывается Христом, Его искупительной жертвой, оправдывается всякий верующий. И книга Откровения говорит, святой да освящается еще. Это когда мы поддерживаем наше оправдание во Христе Иисусе и наше освящение в соответствии с познанием истины Евангелия, о которой говорит апостол Павел в первом послании Коринфянам, 15 главе, когда упоминает такую мысль. Евангелем спасаемся. То есть это процесс. Процесс всей нашей жизни. И искупление. Господь напоминает нам, что нетленным серебром или золотом искуплены мы от этой мирской жизни. От этого мира, который лежит во зле, который погряз в грехе, и который вот это зло преподносит сегодня христианам под видом любви, под видом добра, под видом милосердия, обманывая людей, вводя в заблуждение. Господь от этого нас искупил, для того, чтобы мы принадлежали Ему, для того, чтобы мы в Нем учились любить и учились ненавидеть. Да, именно ненавидеть. Господь, когда обращается к Лаодикийской церкви, Он говорит, ты не холоден, не горячий. В нормальном христианине должны сочетаться ненависть и любовь, ненависть ко злу, ко греху и любовь к Господу. Вот это состояние, оно угодно Богу. Именно с таким отношением мы ожидаем пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Есть, вот это и есть, вот это и означает, есть плод и пить кровь Сына Человеческого. В начале каждой проповеди, которую я начинаю, я всегда уделяю внимание этому моменту, напоминая те или иные значения смысла искупительной жертвы нашего Господа Иисуса Христа. Потому что есть плод и пить кровь, осмысленно переживать ту совершенную радость, о которой пишет апостол Иоанн. Все пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Когда она совершенна? Когда мы питаем наш дух и радуемся, не на уровне интеллекта, а на уровне познания нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы пребываем во Христе, едущий плоть Сына Человеческого и пьющий, его кровь пребывает в нем, и Христос пребывает в этом человеке. И таким образом мы ожидаем пришествия Господа, чтобы когда Он пришел, мы не постыдились. Здесь 6, 7 и 8 главы книги Откровения описывают, как Искупитель наш, Христос, который был заклан, как чистый и непорочный Агнец, снимает уже на небе печати. Когда Он, войдя победителем, взял книгу и начал снимать печати одну за другой. На протяжении 6, 7 и 8 главы описаны снятия семи печатей. Первые четыре из них, последствия, соответствуют четырем всадникам, о которых написано в книге Откровения. Первый всадник на белом коне – это дух обольщения. Второй всадник на рыжем коне – это войны. Третий всадник на вороном коне – это голод. И четвертый всадник – это смерть, за которым следует ад, который умершляет грешников, неверующих, войнами, голодом и зверями земными. Все вот эти перечисленные события, за которыми следует, которые следуют за снятием первых четырех печатей, они уже происходят. Отсюда я лично делаю вывод, что первые четыре печати уже сняты с книги. И в какой-то мере Откровение и о Господе, и о проявлении его гневе нам открыто. Более подробно мы рассматриваем первого всадника, а это есть дух обольщения, его проявление. Сегодня мы поговорим с вами о цели обольщения. Ну, казалось бы, ну, что об этом говорить, это и так все ясно и понятно. Ну, может быть, понятно на уровне знания, но непонятно на уровне Откровения, к сожалению. Если бы нам было понятно на уровне Откровения, то ко многим бы вещам у нас было бы совершенно другое отношение, не такое, какое оно есть в христианском мире. Если, к примеру, в собрание заходит человек, и от него разит перегаром за километр от спиртного, то все нормальные верующие будут крутиться и ворочаться, возмущаться. Но когда выходит на кафедру проповедовать человек, и от него разит ересью, к сожалению, реакции, как таковой, не всегда мы можем правильно увидеть. Не всегда мы увидим ненависть, но увидим любовь в кавычках и терпение к тому, что мы слышим, как это принято называть, толерантность или компромисс. В чем причина? Да потому что весь обман и все лукавство происходит тогда, когда люди, которые проповедуют, вопреки учению, которому мы научены, апостольскому учению, о Христе распятом и воскрешем, обольщают простодушных ласкательством и красноречием. Они используют красивые слова. Сколько много красивых поэтических слов мы находим в синодальном переводе. Это льстит зачастую слух. Неделю назад, когда я выражался, то я использовал довольно-таки резкие обороты речи. Их нельзя назвать ласкательством или красивыми такими вот словами, а наоборот, более грубыми. Но эти грубые слова мы можем, аналогичные, которые я использовал, найти в том же самом синодальном переводе. Даже в синодальном переводе есть аналогичные слова, аналогичные примеры, которые я приводил. Но, к великому сожалению, на сегодняшний день вот эти вот красиво поставленные слова формируют в человеке не перемену, которую Господь совершает Духом Святым, а внешнее воздействие на личность. Человека приучают, какие слова можно говорить, какие слова нельзя говорить. Ему дают определенный запас терминов речи, и это превращает человека Божьего, из Божьего народа, в религиозного человека. Когда внешне он выглядит благочестиво, а внутри ничего не меняется. В советские времена показывали замечательный фильм, фантастический, «Отроки во Вселенной», где пионерскую экспедицию заслали в космос. И там они получали сигналы от одной планеты. А на этой планете ученым удалось создать роботов-исполнителей, которые решили проблемы людей и избавили их от труда. Ну, все за них делали роботы. Но роботов-то нужно обслуживать. И тогда создали роботов-вершителей, которые управляли исполнителями и улучшали их, модернизировали. Но в один прекрасный момент роботы-вершители решили, что нужно улучшить и людей, убрать у них любовь, ненависть, стремление к состраданию, стремление к творчеству, делая из них людей самодовольных и абсолютно счастливых. Такого счастья не хотели жители этой планеты и вступили с ними в борьбу. Вот этот пример, он мне напоминает на сегодняшний день, как ласкательством и красноречием сегодня из народа Божьего делают религиозный народ, превращая людей в обычное религиозное барахло. По сюжету этого фильма они создали такое чарующее, чарующее звуки. Вот этими чарующими звуками на сегодняшний день являются слова, которые подбираются красиво, но в этих словах отсутствует истина о Христе. Но зато слова подобраны так аккуратно, так стройно. 50 минут проповедь и в этой проповеди просто красивые исторические рассказы Ветхого Завета. От Христе вообще ноль. Польза была, да, для ума была, для интеллекта была, для Духа ноль пользы. Я же стараюсь давать пользу для Духа, чтобы, укрепившись Божьей благодатью, укрепившись в познании истины об Иисусе Христе, мы могли противостоять обману и хитрому искусству обольщения. Итак, цель обольщения и ее реализация в наших реальных жизнях. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Иисус Христос называет две цели. Цель обольстителя и цель его. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Иисус Христос пришел для того, чтобы дать нам жизнь благословенную, жизнь через познание истины о Христе распятом, через вникая в то, что Бог совершил, когда осуществил свой замысел через свою смерть и через свое воскресение. Сатана пытается у нас это украсть, но ворует он это аккуратно, он подменяет и убить. Дьявол также назван убийцей человека от начала. Он не устоял в истине, потому что в нем истины не было в тот момент, поэтому он и не устоял в ней. Иисус Христос, он же дает нам полноценное благословение. Конечная цель обольстителя погубить. Давайте сравним этот отрывок с тем, что говорит апостол Петр. То есть главная задача обольстителя погубить. Апостол Петр во второй главе в первом стихе тоже говорит, что лжепророки ведут пагубные ереси и наведут на себя скорую погибель. Через что? Через то, что они будут отвергать искупившего их Господа. Всякий раз, когда у нас возникает мысль или мы слышим идею о том, что может быть кто-то много говорит о смерти Иисуса Христа или я много говорю о смерти Иисуса Христа. Но я имею ввиду не себя, слово я, это я применяю каждому из нас. Когда возникает вот такая вот мысль, это говорит о том, что эта мысль отлукавого, он у нас ворует. Самое главное, самое важное, без чего мы никогда не построим отношения с Богом, потому что искупительная жертва Иисуса Христа это есть двигатель нашей жизни во Христе Иисусе. Благодаря его смерти произошла смерть нашего старого человека. Благодаря его воскресению мы ожили и стали другим творением. Так вот, апостол Петр, когда говорит о лже-пророках, которые ведут пагубные ереси, которые будут отвергать искупившего Господа Иисуса Христа, и во втором стихе он говорит о том, что многие последуют их разврату, и через них пудистинный будет в поношении. Неделю назад я приводил примеры буквального разврата, который происходит, к сожалению, в христианской среде. Но не так страшен буквальный разврат, как страшен разврат духовный. Обратите внимание, что делают, ведь буквальный разврат это следствие духовного разврата. Что делают лже-пророки? Они вводят пагубные ереси, которые направлены на то, чтобы внимание человека отвлечь от смысла искупительной жертвы Господа Иисуса Христа. И многие этому следуют. Духовному прелюбодеянию в первую очередь. В первую очередь измена происходит к живому Богу. Они духовно прелюбодействуют с учениями, которые только имеют вид благочестия на самом деле ласкательством и красноречием уводят человека от истины. И тем самым совершается тот грех, который не покроет уже никакая жертва. И даже жертва искупительная нашего Господа Иисуса Христа. Как же она может покрыть грех человека, если человек отвергает ее? И многие этому следуют. В послании к евреям в 10 главе 26-27 стих мы читаем такую мысль, что ибо если мы получив познание истины, кстати, мы говорили о том, что путь истины будет в поношении. Петр заканчивает мысль. А здесь мы читаем, ибо если мы получив познание истины произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожрать противников. Однажды, когда я слышал проповедь одного брата на данный отрывок, он объяснил, что такое произвольный грех, используя слово синоним. Произвольный грех, это, он сказал, это осознанный грех. Я думаю, ну ничего себе нормально, что ж это получается. Все, кто грешат осознанными грехами, на них что уже, искупительная жертва не распространяется? Об этом ли здесь ведется речь? Если мы вспомним слова Иисуса Христа, который сказал, кто знал и не делал, бит будет много, а кто не знал и делал, тот бит будет меньше. Как по этому поводу сказал один брат, ну получите вы вместо сорока ударов наказания Божьего тридцать восемь. Вам что, от этого легче станет? Да вопрос не в том, осознанно, неосознанно человек грешит, а вопрос, о каком грехе конкретном здесь ведется речь. И для того, чтобы понять, на какой грех не распространяется искупительная жертва нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, я предлагаю на этот отрывок посмотреть чуть выше с 23 стиха. А 23 стих, он, можно сказать, ключевой в понимании вопроса, за какой же грех человеку не будет дано прощения. Смотрите, 23 стих призывает, будем держаться исповедание упование неуклонно, ибо верен обещавший. Что Господь нам обещал? Жизнь вечная. Обетование, которое мы имеем, есть жизнь вечная. Помните, да, Иоанн пишет и говорит, это я написал вам о ком? Об обольщающих вас. Так вот, если мы перестали держаться уклонно нашего неуклонно, извиняюсь, неуклонно, если мы перестали держаться неуклонно нашего исповедания, а суть нашего исповедания заключается в смысле Евангелия. Предыдущие несколько глав проводят сопоставительный анализ между Ветхим и Новым Заветом, где четко и конкретно показано, что Новый Завет, Ветхий Завет, просто навсего отменил и превзошел во всей своей славе. И если на сегодняшний день человек возвращается опять к Ветхозаветному принципу, потому что разница между Ветхим и Новым Заветом в том, что Ветхий Завет это договор между Богом и человеком, в котором, если человек не выполняет условия, он получает наказание. Если он выполняет условия, то Бог его благословляет. Новый же Завет построен совершенно по другому принципу, это завещание, это все то, что Господь сделал для нас. Нам остается только это принимать и этим пользоваться. И это приводит нас в положение, о котором пишет Иоанн. Две заповеди в жизни христианина, только две заповеди. Это вера в Иисуса Христа, который искупил нас, умер и воскрес, и любовь друг к другу, о чем мы читаем дальше. 24 и 25 стих данного отрывка говорит о как христиане относятся друг к другу, проявляя внимание и совместно ожидают второе пришествие Господа Иисуса Христа. Потому что сегодня есть крайности, есть христиане, которые вообще Христа не ждут, они об этом не думают даже, о втором пришествии, о признаках последнего времени, они просто молятся, они просто пытаются что-то для Бога делать. Другие же ждут Иисуса Христа, активно говорят о последнем времени, разбирают книгу Откровения, но упускают, без чего ожидание нашего Господа невозможно. А это без того, что мы держимся нашего исповедания, мы держимся истине, которой является Господь, которая открылась нам в том, что Христос совершил искупление, то, что Он умер за наши грехи, был погребен, воскрес, то, что Он есть Господь. Именно этих идей мы держимся. Если мы от них отходим, то мы идем в сторону того, что мы рискуем совершить именно этот непростительный грех. И вот 26 стих, он начинается со слова «Ибо». Ибо – это продолжение того, о чем говорилось выше. А выше, как я уже говорю, был проведен сопоставительный анализ между Ветхим и Новым Заветом, где было показано превосходство Нового Завета над Ветхим. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Обратите внимание, 28 стих говорит о том, что при грехе против Ветхого Завета человек просто наказывался смертью. Но 29 стих он показывает, что наиболее техчайшему наказанию будет повинен тот, кто что делает? Попирает Сына Божия, раз не почитает за святыню кровь Завета, обратите внимание, который освящен. Речь ведется об освящении. Мы освящены кровью Его. И Духа Благодати оскорбляет. В чем попрание Сына Божьего могло произойти, а возможно у кого-то и произошло из получателей данного послания, это в том, что они ушли от Нового Завета и занырнули в Ветхий Завет. Начали строить отношения с Богом по-старому, не понимая того факта, что Господь попросту отменил священство. Отменил то священство, которое было до него, потому что он стал священником по чину Милхиседека. Это та истина, о которой можно было говорить достаточно много, которую можно раскрывать, но которая стала непонятна получателем данного послания. попрание Сына Божьего. И естественно нет никакого почтения Крови Завета. Какое почтение Крови Завета, если идет возврат в Ветхий Завет? Опять к жертвоприношению животным. К жертвоприношению, но на сегодняшний день, конечно, животных никто не приносит, но к убеждению Ветхозаветному многие возвращаются, да и это оскорбление Духа благодати, потому что Дух Святой тут не нужен, Дух Святой здесь отдыхает, потому что Дух Святой он акцентирует все внимание на смысле искупительной жертвы нашего Господа Иисуса Христа. Вот мы читаем в 10 главе выше берем, где четко конкретно показана воля Божия. В чем она состоит? Вот иду исполнить волю Твою Божию. Отменяет первое, чтобы постановить второе. Что такое первое, что такое второе, в контексте мы читаем. Первое это Ветхий Завет, второе это Новый Завет. То есть воля Божия в том, чтобы Ветхий Завет был отменен. В него продолжают нырять, им продолжают жить. Закон Божий продолжают любить 10 заповедей. Продолжают любить к сожалению. И 7 глава стих 18 конкретно говорит отменение же прежде бывшей заповеди, бывшей заповеди, это Ветхозаветный, бывает по причине ее немощи и бесполезность. И вот здесь на память мне приходит 2 Тимофею 3,16, где апостол Павел говорит, все Писание Бога духовновенно и полезно, как сегодня трактует этот стих. Все, что мы читаем в Библии, каждая черточка, каждая будькочка, каждая запятая полезно, а здесь я читаю, не все полезно оказывается. Полезно оно в одном случае, если оно открывает Христа, если оно ведет к старым отношениям, оно бесполезно, мало того, что бесполезно, оно еще и пагубно. Оно оказывает пагубное влияние, почему? Потому что апостол Павел, он называет это служение смерти. То служение смерти, служение смертоносным буквам, обратите внимание, Ветхий Завет это не что иное, как носитель смерти, закон, в котором нет откровения, истины об Иисусе Христе. Опять возникает вопрос, так что Ветхий Завет не читать, читать, только читать нужно с той целью, чтобы Христа там увидеть, а не для того, чтобы принципы выстроить, которые были до того, как Иисус Христос пришел. Служение смертоносным буквам, обратите внимание, следующее слово подчеркнутое, начертанное на камнях, что на камнях было начертано? Десять заповедей, сегодня в христианстве так любят говорить о десяти заповедях и не понимают, что они формируют сегодня смерть, потому что есть два служения, служение осуждения и служение оправдания, и то, и то названо славным, но более славно служение оправдания, оно превзошло служение осуждения своею славою настолько, что даже отменило славу предыдущего, вот об этом говорит следующий стих, второе послание Коринфянам 3.10, то прославленное даже не оказывается славным сей стороны по причине преимущественной славы, новый завет показал преимущественную славу над ветхим заветом, потому что сам по себе закон, он воздействует на наше тело, на нашу плоть. Римлянам 7.5 Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, я убрал здесь одно слово, которое у вас в Библии написано курсивом, обнаруживаемое законом, слово курсивом, его может быть, в оригинале может оно отсутствовать, и теперь давайте прочитаем, ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные законом действовали в членах наших, чтобы приносить, что приносить? Плот смерти. То есть сегодняшняя, нынешняя любовь к книгам Ветхого Завета, к историям Ветхого Завета, оно несет смерть. Почему несет смерть? Потому что когда человек читает Ветхий Завет и не находит Иисуса Христа, он находит смерть. Вор приходит только для того, чтобы украть. Что он ворует? Жизнь. Жизнь в ком? Во Христе Иисусе. Но когда мы читаем книги Ветхого Завета и уже через снятое покрывало мы видим нашего Господа Иисуса Христа, мы видим ангела Завета или ангела Господнего, который есть Сын Божий. Мы видим прообразы, которые указывают на искупительную жертву. Мы понимаем, что весь Ветхий Завет это формирование семени, чтобы пришел Спаситель и совершил искупление, совершил прощение грехов по богатству благодати его. Послание к римлянам 3 глава стих 19 говорит о том, что закон обращается, обратите внимание, кому он обращается, если что, говорит кому? к стоящим под законом. Вопрос. Поднимите руки, кто находится под законом. Есть такие, нет? Ну, то, что я поднимаю, это не означает, что я считаю, что я нахожусь. Никто не... Так это, если никто руку не поднял, зачем в него вникать? Как средство отношения с Богом. Он говорит к тем, кто Христа не познал. И что он показывает? Он показывает только одно. Человек виновен, виновен, виновен. Будущее твое смерть. Вот, что говорит закон. Но если смотреть на закон, как говорит апостол Павел, законно употреблять его, то закон и пророки свидетельствуют о Христе. В законе и в пророках важно показать откровение будущего. Когда речь заходит о Ветхом Завете, сегодня лжеучители, лжепророки очень красиво выстроят разные схемы, которые показывают алгоритм действий. Как человеку поступать, что ему делать, чего ему не делать. И люди думают, что это и есть отношение с Богом. Ссылаясь на Ветхий Завет, но даже те, которые понимают этот вопрос, не совсем понимают одну немаловажную деталь. Хочу задать вам вопрос, как вы думаете, с какого события начался Новый Завет? Вопрос понятен или нет? С какого события Новый Завет начался? А? Когда Христос воскрес. Еще есть какие мысли? От сотворения мира. Смотрите. Но мне, например, чаще всего приходилось слышать, когда я задавал этот вопрос, сегодня я не услышал, может кто-то говорил, но я не услышал, что Новый Завет начался с рождения Иисуса Христа. Для того, чтобы дать ответ на вопрос, с какого момента начался Новый Завет, мы сегодня в чем участвуем? Скажите. Вечеря, да? А что такое вечера? Сия Чаша есть Новый Завет. Что сказал Христос? В чем этот Новый Завет? В рождении крови. Да вот как только совершилось смерть Иисуса Христа состоялся Новый Завет. Когда Христос воскрес из мертвых, ученики поняли ту тайну, которую они не понимали. А когда сошел Дух Святой, эта стайна стала доступна, чтобы участниками этого Завета становились все, кто принимают нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому учение о том, что Новый Завет начался с момента рождения Иисуса Христа является пагубной Иисуса Христа. Потому потому что оно упраздняет смысл искупления. Тогда еще был Ветхий Завет. И Иисус Христос, который ходил среди учеников, Он сам был обрезан, как этого требует закон. И Он неоднократно давал повеление поступать именно по закону, по отношению к тем, кого Он исцелял, говорил, пойди, покажись первосвященнику, как этого требуется, почему? А Христос же первосвященник Нового Завета, ходатай Нового Завета, который заключен в Его крови. Да потому что еще перемена священства не произошла. А произошла она тогда, когда состоялось то, что было задумано прежде создания мира. И вот неверная оценка, неверный взгляд на Иисуса Христа повреждает сегодня ум. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Я тоже убрал здесь одно слово, которое записано курсивом ваших Библии, слово уклонившись. Если прочитать это без этого слова, то немножко другой смысл. Апостол Павел, он переживает за членов Коринфянской церкви, чтобы они не обольстились, чтобы их умы не повредились, обратите внимание, от простоты во Христе. У нас стоит слово уклонившись. Но оно уместно только в том случае, если под простотой мы понимаем откровение Духа Святого, связанное с откровением истины Евангелия, которое включает в себя смерть и воскресение Иисуса Христа. Но когда речь заходит о поверхностном в глядя на Иисуса, как Иисуса Христа оценивали люди в его земной жизни, даже ученики Иисуса Христа, которые были ближе всего, несмотря на то, что у них было откровение, то, что он есть Сын Божий, но до конца этого откровения не было. Апостол Павел, он говорит о том, что раньше был опыт знания Христа по плоти. На сегодняшний день мы уже не знаем его, так, как его воспринимали люди, когда он ходил в земную жизнь. Как же на сегодняшний день люди любят смаковать исторические события Иисуса Христа. Как он постился в пустыне, как он учил своих учеников, как он творил чудеса, чудо в Гане Галей-Улейской, как он в лодке находился, как его лодка качала, сколько там людей находилось, как они там реагировали, когда он шел, как они смотрели, говорить об этих вещах, но все это восприятие Иисуса Христа по плоти. Всякий раз, когда мы вникаем в земную жизнь Иисуса Христа, в которой мы не видим откровения о его искупительной жертве, мы возвращаемся в тот опыт, в который возвращались получатели послания к евреям, которые рисковали совершить вот этот непростительный грех, будучи обольщенными законом, святым законом, праведным законом, но неверно примененным в жизни, тогда, когда он утратил свою актуальность и был отменен новым заветом. в послании к евреям мы читаем, что говорится, что судя по времени вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Мы видим, что здесь описана проблема, что те, кто жили в то время евреи, они должны были учить уже других, но их нужно было учить Евангелие на том уровне, на котором они могли только его понимать. Это и есть показатель младенца. Чистое словесное молоко это истина Евангелия. Конец пятой главы и начало шестой главы показывает три вида пищи. Первое это молоко, второе твердая пища, и третье, о которых упоминается в шестой главе, это начатки учения Христова. Это то, что они, то, в чем они жили, то, что они могли воспринимать, и то, к чему, собственно говоря, они возвращались. Молоко это передача Евангелия человеку на понятном уровне. Твердая пища это когда человек способен не только через послание к евреям Христа был увидеть, но и через другие послания написаны другими апостолами. А получатели послания к евреям могли познать Иисуса Христа только через то, как было написано и донесено им. Хочу задать вам вопрос, как вы думаете, что из Божьего учения христианину давно пора оставить? Есть что-нибудь? Или ничего нет? Или все, что в Писании нужно в точности соблюдать? А? Ответ на этот вопрос мы находим в шестой главе, где конкретно об этом говорится. Посему, что там написано, какое там слово? Посему оставив, что оставив? Начатки учения Христова, обратите внимание, оказывается, нужно оставить то, чему учил Христос, и дальше приводится целый перечень. И не будем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога. Обратите внимание, что когда Иоанн Креститель начинал свою проповедь, он призывал покаяться людей и верить в Бога, но никому не давал откровения о Христе и притом распятом, потому что сам его не имел, несмотря на то, что указал на Христа, как на Агнца Божьего. Но он же не объяснил, что значит Агнец Божий берет грех мира на себя. Да мы сейчас это понимаем. Иоанн Креститель этого не понимал. Так вот, обратите внимание, называется вера в Бога. Учение о вере в Бога это то, что нужно оставить христианину в первую очередь. Вера в Бога без откровения о Христе. Понимаете? О какой вере в Бога я говорю? Я не говорю о вере в Бога, которого мы познаем через Иисуса Христа. А я говорю о вере в Бога, которого познавали люди, не понимая, кем является Иисус Христос. Берем того же самого Иова, который возопил и сказал, а я знаю, Искупитель мой жив и он восстановит распадающуюся плоть мою в последний день. В этих словах не было исповедания, что этим Искупителем будет Иисус, Сын Марии, Сын Иосиф. Это откровение, которое начало действовать в конце Ветхого Завета и открылось уже, когда наступил Новый Завет. Тот же самый Иов воскликнул, «О, если бы, о, если бы был посредник между мной и Тобою, Господь». Господь, не было еще посредника. Так вот, та вера, тот опыт, без Христа его нужно оставить. То покаяние, которое не приводило к познанию истины, я не говорю о покаянии, что покаяние нужно убрать, я не говорю о том, что веру нужно убрать, я говорю, убрать то покаяние, которое не приводит к познанию о Христе распятом. Убрать ту веру, которая не приводит о Христе распятом. Убрать учение о крещениях, в котором не открывается Евангелие. О возложении рук где не открывается суть Евангелия. О смерти и воскресении Иисуса Христа. Когда я говорю Евангелие, я подразумеваю эти вещи. Учение о воскресении мертвых, которое дает просто общее понятие, которым обладала Марфа. Помните, да? Знаю, воскреснет брат мой последний день, но она-то не знала, что воскресение, оно связано с Иисусом Христом, который есть первенец из умерших. Учение о суде вечном, в котором нет откровения о Христе как Искупителе и о Христе как о суде, который будет судить весь этот мир. И дальше говорится, что мы все это сделаем. Сможем сделать, если Бог разрешит. То есть кому-то Бог разрешает познать эту истину, а кому-то нет. И вот смотрите, что интересно дальше. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и сделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием. Почему невозможно? Да потому что покаяние уже не работает. То покаяние, которое работало во времена Ветхого Завета Иоаннова, им ты уже не обновишь, ничего ты не сделаешь. Потому что если человек отходит на тот уровень, смотрит на Иисуса Христа как только на Учителя или ставит знак равенства между Учителем и Спасителем, он не понимает главного. Он откатывается назад и получается, что Христос должен только прийти и умереть, совершить искупление. Получается следующее, что они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Почему? Потому что не принимается тот факт, о котором говорит все послание к евреям, что жертва Иисуса Христа была принесена один, единственный раз. Все. Зачем брать вот этот вот опыт? Сегодня многие, читая наборную проповедь, даже не видят в ней то, что Христос Он не выход дал, а наоборот загнал в тупик всех тех, кто Его слушали. Потому что так, как говорил Иисус Христос, жить никто не мог. Все вот эти вот призывы, которые сегодня есть в христианстве, взять крест, следовать за Христом, это жизнь, это земная жизнь Христа. Это возврат туда, это образ мышления либо учеников Иоанна Крестителя, либо учеников, в лучшем случае, Иисуса Христа, которые еще и Евангелие не познали. Истина, которая для нас является ценностью, которую мы возвещаем сегодня, перед вторым пришествием Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, она была сокрыта в земной жизни. Почему она была сокрыта? Ну, одна причина, потому что Духа Святого не было. Ну, мы видим с вами, что Иисус Христос неоднократно даже запрещал говорить, кто Он есть. Когда Он сходил с горы преображения, Он тоже говорит, смотрите, не рассказывайте о том, что видели, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Но что касается, когда Он провозглашал истину о Своей смерти и воскресении Его, Его вообще никто не понимал. Ну, неужели Иисус Христос не мог довести до понимания людей эту истину? Неужели в Евангелии Адеана в 6 главе, когда Он сказал, кто не будет есть плод и пить сына, крови пить сына человеческого, тот не будет иметь вечной жизни, когда от Него ученики просто раз и убежали. Неужели Он не мог их догнать и сказать, да ребята, идите, я вам сейчас все объясню, все вам растолкую. Я говорю о том, что когда я умру, будут оплачены все ваши грехи, то, что вы станете свободны от сатаны, от греха и так далее. Если бы Иисус Христос, Он мог это сделать, хотя бы одному человеку открыл эту истину, то Божий бы замысел не состоялся. И об этом говорит апостол Павел в 1 послании Коринфянам 2 глава 6 по 8 стих. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайну сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Понимаете, почему в земной жизни Иисуса Христа это оставалось тайно до того момента, пока Христос не совершил искупления и пока Новый Завет не вступил в силу, который в его крови замысел Божий бы не осуществился, сатана бы нашел бы способы подговорить Иуду действовать по-другому, он бы нашел бы компромисс, чтобы искали первосвященники и понтий Пилат и все те, кто были представители власти, чтобы ни в коем случае Христа не распяли, он бы действовал морально-нравственным путем, словами красивыми, обольстительными, которыми на сегодняшний день заводят Ветхий Завет. Послание к евреям, 5 глава, 7 по 11 стих, «Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. И хотя он сын, однако страданиями навык послушанию и совершившись сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв, обратите внимание, быв наречен от Бога первосвященником по чину мелхоседека». Вот именно об этом, понимаете, не о том, что такое хорошо и что такое плохо твердая пища говорить, а именно об этом надлежало говорить много, Евангелие надлежало говорить много, но опыт ветхозаветных евреев ввел их назад, в пропасть, к тому непростительному греху, о котором мы с вами читали, что получив познание истины, снова возвращаемся к ветхозаветной практике, к закону произвольно грешим. «Ибо судя по времени вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слово Божие, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенному, у которых чувства навыкам приучены к распознанию добра и зла». Твердая пища это открытие Христа, потому что только в нем мы понимаем, что такое добро, «Никто не благ, как только я». Это я вам перевожу на понятный язык, что он имел в виду, когда говорил «Никто не благ, как только Бог». «Никто не благ, как только я». Ты действительно меня считаешь Богом? Тогда сделай то, что я тебе говорю. Вот я тебе говорю, возьми крест, а ты не можешь. А кто может? Христос говорит. Да никто не может. И получается, что сегодняшние современные проповедники призывают делать то, что сделать никто не может. А то, что сделал Иисус Христос, этим просто нужно научиться пользоваться. Итак, цель обольщения погубить законом Божьим, использовать закон не по предназначению, через жизнь по книгам Ветхого Завета, при чтении которых нет откровения о Христе. Еще раз говорю, Ветхий Завет нужно читать. Нужно. Но в нем нужно искать познание о Христе распятом и воскрешем и вновь грядущем. Второй момент. Обольщение рассказами о Христе, в которых отсутствует откровение о Его искупительной жертвы. Разговоры о, вечные разговоры о том, что Он есть Учитель. Кто такой Учитель? Это человек, которого мы видим, в котором мы можем реально с глазу на глаз задать вопросы, получить ответы. На сегодняшний день учит нас Дух Святой, учит Христос, учение Его есть, но Он не акцентирует внимание на том, что Он Учитель. Он показывает, что Он больше, чем Учитель. Он Господь, Он Спаситель, Он Искупитель. А все вот эти вот разговоры о морально-нравственном поведении человека, земной жизни Иисуса Христа просто приводят человека в состояние, в котором он понимает, что да и жить не хочет. Послушаешь, вот эти вот идеи, и жить не хочется, потому что ты реально не можешь осуществить замысел жизни. Она становится бессмысленно, когда ты понимаешь, что то, к чему меня призывают, то, к чему меня учат, невозможно просто навсего осуществить. И третий момент, о котором я еще скажу несколько слов и уже буду заканчивать. Немного осталось, потерпите. Обольщение апостольскими призывами к добрым делам в отрывы из контекста сути Евангелия. Смотрите, сегодня проповедники, когда проповедуют о христианском поведении, как он должен жить, что он должен делать, они берут практические моменты, да, вот как есть мнение, что пока человек Евангелие не познал, я ему говорю о Христе. Как только он познал эту истину, я говорю ему о практическом применении Евангелия. Но то, что называют сегодня практическим применением Евангелия, вообще не является таковым. Потому что в отрыве от контекста, забывая, что вот эти вот стихи, которые призывают к действию христианима, это неопъемлемое целое с тем, что совершил Иисус Христов. И это естественное, то, что происходит в человеке, который принял Иисуса Христа, и то, что Господь совершает в нас своей силой, своим действием. Мы с вами читаем послание к евреям. Десятая глава, стих десятый, смотрите, которая говорит, вот самая популярная сегодня тема, ну одна из популярных тем, это освящение. И в это, к сожалению, сегодня вкладывают просто морально-нравственное поведение человека. Что нужно, оправдание это, когда мы приняли спасение, а освящение это то, как мы себя после этого ведем. Ничего подобного. Мы читаем, по сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Все наше оправдание и все наше освящение заключается в том, что мы ходим в истине живя и радуясь то, что наши грехи покрыты, оправданы мы, прошлое, настоящее и будущее. Это же полное оправдание мы имеем. И то, что мы стали святыми, у нас другая природа. И вот эти две истины, они помогают нам жить. И вот смотрите, 10 стих послания к евреям, 10 глава, 29 стих послания к евреям, где говорится, что кровь завета, кровь завета для нас святыня. И этой кровью заветом мы что? Освящены. Вот источник освящения. Единократное принесение тела Иисуса Христа и его пролитая кровь. Я еще раз повторю то, что говорил в самом начале. Как оправдание, так и освящение является и событием, и процессом. Событие, которое совершил Иисус Христос на кресте, раз. Событие в момент принятия истины, два. И процесс, когда мы живем и тем и другим, три. До момента встречи со Христом. То есть процесс, это называется пребывание во Христе, когда мы остаемся в этой истине. Сегодня, к великому сожалению, многие неверно поняли послание Иакова, где говорится о вере, то, что она без дел, мертва. Вы знаете, и учат тому, что христианин должен подтверждать и то, что нам нужно подтверждать веру делами. Читая вот этот вот стих, я хочу обратить внимание на одно слово, которое, сейчас, я уже заканчиваю пару минут еще, на одно слово очень важное. хочешь ли знать, обратите внимание, неосновательный человек, вера, она имеет под собой основание, я много не буду говорить, неосновательный человек, что вера без дел мертва. И второй момент, обратите внимание, здесь Иаков приводит пример между человеком живым и мертвым, как аналогию между рожденным свыше человеком и в котором нет жизни. И он показывает, если человек рожденный свыше, в нем обязательно будут дела, от этого никуда не деться. Он говорит, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Вот скажите, посмотрите на меня сейчас. Мне нужно вам доказывать то, что я являюсь непокойником, которого завтра должны похоронить на кладбище. вам нужны какие-то доказательства? Или то, что я не один из тех, кто лежит сегодня в морге? Так вот, если христианин имеет веру, то вера, она проявит себя в делах. Это будет видно. Он жить просто на всего по-другому не сможет. Все, спасибо, я закончил. Аминь. Молимся. Благодарим мы славим Тебя, Господь наш, за то, что Ты предупреждаешь нас о целях, которые ставит лукавый и которую поставил Ты. Ты пришел для того, чтобы иметь жизнь и жизнь с избытком. Но вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я молю и прошу Тебя, чтобы все, кто присутствует здесь, никто не погиб, но по воле Твоей все оказались в небесных обителях, потому что нет воли, чтобы погубить кого из малых всех. Я молю и прошу Тебя, Господь, чтобы мы укрепились Евангелем и этим Евангелем могли противостоять против козней дьявольских. Аминь. Аминь. Аминь.